Пару слов расскажу про себя. Мое знакомство с Agile произошло в 2011 году. До этого я был программистом и разработчиком. Вообще 12 лет работал как разработчик. Так получилось, что большую часть времени я работал разработчиком в большой довольной компании. И в 2011 году мой мир немного перевернулся после того, как я познакомился с Agile. Я сходил на тренинг к одному из тренеров компании Visual Concepts, Сергей Дмитриев. Как бы первым самым тренером в России по скаму. И после этого я пришел в свою компанию и захотел там многое чего поменять. И я таким образом стал скроммастером. И потихоньку я скроммастерил в своей компании, потом перешел в другую компанию. Поработал в разных компаниях как разработчик и скроммастер. А потом я понял, что мне так нравится работать с командами и созданием классных продуктов, что я решил полностью уйти в тему работы с командами и коучинга, команд и продуктов. И я уже несколько лет работаю как Agile Coach с экраном тренер. И у меня есть еще такая штука, сертификат, я профессиональный коуч. Может быть, кто-то из вас знает, кто-то знает про институт Эриксона, кто-то знает, может быть, про какие-то другие школы коучинга. Вот я имею сертификат для профессионального коуча. Вот, это все, что я хотел узнать, сказать вам про себя. Сейчас я предлагаю сделать следующее. Прежде чем мы с вами двинемся дальше, я предлагаю Ивану познакомиться. Ладно, поехали по презентации тогда. Спасибо, что поделились, что вам будет интересно. Я тогда буду делать аксенды в самой презентации, и потом еще мы можем это посудить отдельно. Да, про себя я рассказал. Да, значит, я разработчик, программист и скроммастер сейчас сажал коуч. Я работаю в компании Unusual Concepts. Unusual Concepts – компания, которая довольно давно существует. И вообще в России, наверное, сейчас самые там ребята, которые дольше всего занимаются agile коучингом, то есть работают с большими организациями, с банками. У нас есть несколько клиентов из топовой десятки банков, с которыми мы сейчас занимаемся трансформациями. Вот, помогаем нам этой трансформации, помогаем им становиться более нитки. Вот. Я в Unusual Concepts совсем недавно. Я учился в Питере, на самом деле. Вот. Но у меня есть опыт работы с компанией, которая делает софт для одного большого оператора. Там 70 команд разработки. Я целый год, ну, в общем, работал с ней целый год, с этой компанией. Могу тоже рассказывать про это. Но сегодня я хотел бы начать с самых истоков, да, рассказать вам про agile. Меня попросили рассказать про историю agile, и мне коснуться некоторых, что… Очень такое какое-то… Есть такое английское слово «хайп» вокруг agile. Очень много всякого, короче, шумихи сейчас вокруг него происходит. Вот. Я хотел бы внести некоторые прояснения на это. И, кроме того, что мы провели, я внесу туда прояснения. Я еще расскажу о примере, как я лично использовал в своем случае на маленьком своем проекте, как я построил дом, применяя те же принципы. Прямо я вам приведу примеры. За два месяца фактически построил дом в прошлом году. Вот. Как мне это помогло? Вот. Может быть, они натолкнут на интересные размышления у вас. И тогда поехали. Я для начала хочу вас попросить ответить на такие вопросы. Что вы думаете? Agile – методология разработки программного обеспечения. Вот. Первый опыт. Кто считает, что да, на самом деле? Да. Вот несколько рук есть. Окей. Хорошо. В agile планирование не требуется. Вот часто говорят так. Кто считает, что не требуется планирование в agile? Раз, два, два. Хорошо. Мне надо это планировать. Agile можно внедрить в организацию. Так. Во. Есть несколько человек, которые считают, что можно внедрить в организацию. Есть еще такая штука. Некоторые считают, что agile – это хаос, на самом деле. Если посмотреть, то вообще непонятно, что происходит. Да. И agile возможен вне IT. Ага. И много людей, которые так считают. Окей. Хорошо. И мы, по ходу дела, будем отвечать на эти вопросы. Я сейчас не собираюсь задавать две какие-то. Поехали. Откуда взялся вообще agile? Немного истории. Вот здесь 17 людей, которые… все, на самом деле, из них являются представителями вообще, на самом деле, IT, так сказать. Много, на самом деле, таких людей, которых, может быть, вы знаете. Вот здесь, внизу, например, Кент Швайбер, Джефф Сазерлунд. Люди, которые основатели Scrum. Вот. Вверху, в левом углу, Кент Берг – это человек, который придумал экстремальное программирование. Вот. Ну, написал книжку про экстремальное программирование. Много других людей, которые… кто, наверное, занимается именно разработкой. Таких, как Мартин Фаулер, Рон Джеффрис, Роберт Мартин. Вот. Они новые имена на слуху. Вот. Это люди, которые во многом в начале 20-го века и до этого определили вообще, как пошло развитие IT. Вот. Вот. Эти люди, они в 2001 году собрались на горнолыжном курорте в штате Юта, в Соединенных Штатах. Вот. Они к этому моменту уже много чего, на самом деле, попробовали и были достаточно известными. Они между собой общались все. И их… особенно замечалось в том, что они вот что думали. К этому моменту разработка программного обеспечения была очень похожа на то, как работали заводы. Да? То есть парадигма была такая, что разработка программного обеспечения довольно новая, аж тогда была сфера. Вот. И было такое мнение. Давайте делать, как… ну, у нас производство продукции происходит. Есть определенные этапы. Аналитика. Вот. Пописали код потом. Что-то потестировали потом. Потом приемку сделали, позвали. Вот. Вот такими этапами будем работать. Еще лучше, если мы разделим этих людей. Вот у нас аналитики, они сидят отдельно. Разработчики там отдельно. И тестировщики отдельно. И еще какие-нибудь потом внедрения и саппорт тоже отдельно. Вот. И вот, в общем, такая метафора. Да? Ну, прям подзаводская, в общем. Вот. И они, значит, считали, что, ну, так не надо делать. Это плохо получается таким образом работать. И они собрались для того, чтобы посудить, как работать по-другому. Вот. У них уже к этому моменту у всех были свои собственные некоторые мысли. И они, как бы, даже, можно сказать, течение некоторое. И процессные фреймворки какие-то изобретали к этому моменту. Такие как Fisher-Driven Development, Crystal, Adaptive и там, и так далее. И эти штуки сейчас уже, на самом деле, не у нас слухов все, по большей части. Ну, вот, кроме скрома, наверное, в основном. Вот. Но, в общем, они собрались. И мы сначала думали, что, в общем, что-то они делают с точки зрения технологий. Именно айтишных одинаково. Но оказалось, что на самом деле нет. И они, в итоге, то, что получилось у них в результате обсуждения, их, там, двух дней посиделых, это стало принципами четыре ценности и двенадцать принципов agile-манифеста. Так называемые agile-манифест. Поэтому можно сказать, что agile, да, он вышел в зайти. Окей, хорошо. Что произошло потом, на самом деле? Вот. И вот я, на самом деле, сейчас прямо с крышоком брошу сюда это двенадцать принципов agile-манифеста. Про них не так часто вспоминают. Вот. И на что обращают внимание? Что дальше произошло? Вот тут, ну, так как у них получалось все неплохо, вот, на этот манифест стали обращать внимание люди. И что они обращали внимание? Удовлетворение потребностей заказчика. Круто. Изменения требований, но всегда они меняются. Правильно, должно меняться требования. Работающий продукт давайте чаще. Хотим, чтобы в компаниях наши мотивированные профессионалы работали, да? Постоянный ритм там, чтобы всяких выгораний не было, которые всегда в проекте, в конце проекта происходят. Гибкость там была, чтобы все команды были самоорганизующие, чтобы менеджерам не приходилось там людей его отнять и так далее. Вот. Классно вообще, да? Вот. Хочется этого всего. Вот. И после этого так получилось, что agile стал распространяться потихоньку. И появились, может быть, кто-то слышал, agile маркетинг-манифесты, agile HR-манифесты существуют. Они во многом очень похожи по структуре на этот манифест. Там много слов одинаково, на самом деле. Вот. Но... Что... Давайте дальше. Да? Что еще произошло? Вот. То, что в России сейчас очень много про agile говорят, конечно, благодаря герману Боринфу. Есть такая шутка даже среди agile-коучей, что он сделал для agile больше, чем все коучи в России вместе взятые. В общем, это... Вот. Бежпостранение. Вот. И есть еще такие вот смелые высказывания. Это, кстати, книжка Scrum «Делать два раза больше работы за половину времени». Это суперпродающая фраза. Но она, на самом деле, не имеет никакого отношения к Scrum. Это, на самом деле, название книжки, которую написал Джефф Сазерланд. На русский ее перевели еще хуже, чем написали на английском. Про то, как делать революционный метод управления проектами. Потому что Scrum вообще не про проекты, на самом деле, а про продукты. Вот. Но и Джефф Сазерланд, он всегда, как бы, ходит везде и рассказывает про то, как делать в два раза работы больше за меньшее время. И это тоже, на самом деле, понимается обычно неправильно. И, на самом деле, звучит неправильно. Я вам расскажу такую страшную штуку. Вот. Есть такие... Некоторые противоречия между Джеффом и Кеном. Вот. И... Вот такие, как бы, штуки. Да. Потом еще появились бирюзовые организации. И вот все вот это... Такое, как это... Шума вокруг Джефф становится все больше и больше и больше. Вот. Но давайте разберемся теперь в этом все. Есть такая метафора, которая называется «Зонтик Джефф». Вот. Вот. Откуда она взялась? Если мы будем говорить про вот тех представителей, которые все собрались в 2001 году на самом курорте в штате Юта, это... Вот. Они... Вот здесь вот, на самом деле, различные те фреймворки, те методы конкретные, с которыми они использовали при разработке программного обеспечения, они здесь все... Ну, в большей части перечислили. Потом еще добавился Канбан, благодаря участию Дэвида Андерсона. Вот. Потому что Канбан пришел из Тойота, на самом деле. Вот. И... Что мы здесь можем сказать? Что под этим зонтиком собрались различные конкретные реализации. Вот если мы посмотрим на джайл-манифест, он говорит нам больше про что. Вот давайте я немножко вас спрашиваю. Про что джайл-манифест? Ну, это философия о том, какие ценности нам нужны. Ага. Да. Философия. Хорошее слово — философия. В английском слове есть еще слово «mindset». Да? Философия. Вот. Поэтому, когда говорят «Мы делаем джайл», звучит странно. Как можно делать философию? Можно думать по джайлу, можно быть джайл, но делать, ну, сомнительно. Вот. Зонтик ржайл олицетворяет то, что вот эти ценности все, да, если что все эти ценности, они присущи, да, и должны на самом деле лежать в основе любых реализаций конкретных процессных каких-то фреймворков. Мы часто приходим в организацию и видим, что, например, скрам, он как бы работает по правилам. Кажется. Люди приходят, например, на ежедневный скрам, что-то рассказывают о том, что они сделали сегодня. Все формальности, грубо говоря, соблюдены, но жизни в этом никакого нету. Почему? Потому что нету этих ценностей, на самом деле. Можно делать механические работы, можно механически выполнять фреймворки, но ценностей нету. И тогда в этом зонтике в нем появляются такие дыры. И протекает вода, и все эти фреймворки, они становятся мокрыми такими, ненастоящими. Вот. И вывод еще какой, главный. Если мы опять вернемся назад немножко, здесь. На самом деле так получилось, что действительно джиалка бы произошла от людей, которые были айтишниками, но здесь разговор идет не о том, как… не что-то связанное именно с айти. Да? Эти ценности для чего нужны? Для того, чтобы делать классные продукты. Правильно? Вот. Для того, чтобы давать бизнесу вот эту гибкость и так далее. И в этом, на самом деле, успех этого, как бы, этого манифеста и его оторванность, на самом деле, от айти. Эти принципы и эти ценности, они помогают создавать продукты и оказывают классные услуги. Следование этим принципам, настоящее их принятие и, как это, проживание, можно так сказать, оно этому способствует. И поэтому не получается, что да, джиал в ней айти можно делать, потому что, на самом деле, манифест не про айти. Хотя его придумали люди из айти, но он не про айти, а про продукты, про услуги, про качественные продукты. Вот. Хорошо. Если кому-то будет интересно услышать дальше еще подробности про, вот, там, Scrum, например, или Kanban, мы тоже можем это поговорить потом на втором часе. Что я хочу сейчас сделать, это вам рассказать немножко про принципы. Мы нужднем немножко глубже. Я хотел и примером проиллюстрировать, как это можно применять каждый день. Вот. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал.